Благослови вас Бог! Шалом, возлюбленные! Сегодня нас ждет очень важная программа. Я продолжаю серию программ молитвы, которые касаются Бога. Мы будем говорить о молитве Моисея, когда он сказал Отцу, «Покажи мне славу Твою». Не пропустите, это слово изменит вашу жизнь. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом, я Синтия, жена Равина. Я молюсь о том, чтобы Бог Отец коснулся вас сегодня и благословил во время проповеди и учения Равина Шнайдера. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны! Благослови вас Бог! Шалом, возлюбленные! Я так рад, что сегодня у нас будет возможность более подробно изучить самую известную молитву Моисея, когда он просил Отца, «Покажи мне славу Твою». Мы продолжаем серию «Молитвы, которые касаются Бога». Это уже четвертая программа этой серии, но почему же эта серия так важна? Она показывает нам сердца людей, которые ходили в тесном общении с Отцом. Когда они говорили с Богом, когда они молились Богу. Он слышал их молитвы и отвечал им. Это является фундаментом моего хождения с Господом, ведь если я знаю, что Ему приятно, приятно то, о чем я прошу Отца, тогда это будет побуждать меня просить, и Он ответит мне, потому что Он рад тому, что я прошу Его об этом. В моих молитвах присутствует уверенность. Я знаю, Он ответит. Мы знаем, что некоторые молитвы угождают Отцу больше, чем другие. И вспомните Соломона. Когда он стал царем, Господь сказал ему, «Проси у меня, чего хочешь». Соломон попросил мудрости. И отец ответил ему, «Соломон, поскольку ты просишь у меня мудрости, а не богатства и славы, я так доволен тобой, что дарую тебе не только наибольшую мудрость, которая когда-либо была на земле, но также дарую и все остальное». Дело в том, что просьба Соломона о мудрости сильно обрадовала сердце Бога. Он говорит, что то, что Соломон попросил мудрости, значит, для него гораздо больше, чем просьбы о богатстве и славе. Значит, есть молитва, которая получает отклик в сердце Бога. И мы узнаем, что это за молитвы, потому что если первое для нас — это молитва, если то, что важно для Бога, важно и для нас, если мы просим Бога, во-первых, о том, что первично для Него, то мы будем ходить в могущественной силе Духа Святого в наших отношениях с Господом. Мы испытаем на себе, что означает жизнь с избытком, которую Иисус купил для нас в своей крови. Поэтому изучение библейских молитв мужчин и женщин, которые ходили пред Богом, представляет огромную ценность. Мы видим, что Бог отвечал на их молитвы. Поэтому и мы с вами можем молиться об этом, и эти молитвы изменят нас и нашу духовную жизнь. Молитва меняет ваши переживания. Уверяю вас, ваша молитвенная жизнь определяет духовную атмосферу, в которой вы живете, то есть именно вы ответственны за рост помазания окружающего вашу жизнь. А если вы пассивны и особо не молитесь, мало что изменится. Поэтому Иисус сказал «не имеете, потому что не просите». Он говорит «просите», дабы радость ваша была совершенной. То есть Иисус говорит, что когда мы фокусируемся на молитвенной жизни, мы имеем полноту радости. Это меняет духовную атмосферу вокруг нас, меняет наши переживания, поэтому именно вы ответственны за уровень помазания, в котором вы ходите. А ваша молитвенная жизнь в большой мере определяет духовную атмосферу, которую вы имеете в своей жизни. Поэтому для тех из нас, кто желает обрести все то, что приготовил для нас Бог, молитвенная жизнь — очень серьезное дело. В прошлый раз мы говорили о молитве Иакова, когда он ухватился за ангела Господня и сказал «не отпущу тебя, пока не благословишь». Иаков знал, что Бог приготовил для него благословение, но ему понадобилась вера и духовная настойчивость, чтобы их получить. Этот принцип работает и для вас. Ну а сейчас мы рассмотрим с вами еще одну значимую молитву в еврейской Библии. Давайте вместе откроем Священное Писание на книге Исход. Знаменитая 33 глава. Сначала посмотрим на 12 и 13 стихи, а затем мы прочитаем 15 и 16. Итак, Слово Божие гласит «Моисей сказал Господу, а вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною». Хотя ты сказал «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих». Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сие люди — твой народ. Моисей сказал ему «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». Моисей сказал «Покажи мне славу твою». Это 18 стих. Давайте разберем последовательность стих за стихом. Это поможет нам в нашей молитвенной жизни. Во-первых, кем был Моисей? Он был лидером еврейского народа, выведшим их из Египта. Бог призвал его вывести народ и привести их в землю обетованную. Мы знаем, что привел их в землю Иисус Новин, но Моисея Бог использовал, чтобы вывести народ из Египта и подвести к границе этой земли. Поэтому Моисей был одним из самых главных героев еврейской Библии. На самом деле, если спросить у евреев, кто является наиболее выдающейся фигурой Ветхого Завета, еврейская Библия, которую мы называем Танах, большинство из них назовут именно Моисея. Помните, как Иисус с тремя учениками поднялись на гору Преображения? Когда он преобразился, то на этом месте явились Моисей и Илья. Моисей и Илья — две самые главные фигуры еврейской Библии. Господь сказал о Моисее, что когда Бог говорит пророку, Он говорит ему «видение» или «во сне». Но с Моисеем Господь говорил лицом к лицу, как с другом своим. Только подумайте о той близости, которая существовала между ними. Бог называет Моисея своим другом. Господь говорил с ним лицом к лицу. Господь также сказал о Моисее, что он был самым кротким человеком на земле. Нам нужно очень серьезно подойти к тому, как Моисей ходил перед Богом. Мы хотим увидеть, чем было наполнено сердце Моисея, чего Моисей желал от Бога и о чем он молился. Потому что Моисей — одна из самых выдающихся личностей во всем Божьем слове. Изучая его и стараясь подражать ему, мы сможем пойти глубже в своих переживаниях Бога и в общении с Господом Иисусом Христом. Мы сделали небольшое вступление о том, кем был Моисей. А теперь давайте продолжим. Моисей говорит Богу в 12 стихе. Пожалуйста, послушайте. «Ты поручил меня вывести народ твой из Египта». Итак, Моисей сказал Господу, «Вот, ты говоришь мне, «Видзи народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною». Хотя ты сказал, «Я знаю тебя по имени», «И ты приобрел благоволение в очах моих». Поразмышляем над двумя фразами, которые Моисей сказал Господу. Он сказал, «Ты сказал мне, что знаешь меня по имени». И также сказал, «Что я приобрел благоволение в очах твоих». Я хочу обратить ваше внимание на эти две мысли. Если мы хотим двигать горы в нашей молитвенной жизни с Богом, то прежде всего мы должны быть убеждены, что Он знает нас. Вы должны быть уверены, что Бог знает вас, любит вас, и что на вас Его благоволение. Моисей сказал, «Ты сказал мне, я знаю тебя по имени». Разве это не прекрасно? Равин Кёрт Шнайдер — это служитель Евангелия и пророк Божий. Он трудится для Бога и оказывает огромное влияние где бы он ни был. Он благословил Африку и всех тех людей, которые получили свободу от оков сатаны. Я еще никогда не видел такой большой крусейд в ромбо. Равин Кёрт учит о настоящей жизни с Богом. Не могу передать, насколько я Ему благодарен. Это очень особенные отношения от Бога. И они будут продолжаться, потому что мы планируем приглашать Его к нам снова и снова. Мы очень рады, что Он приехал к нам однажды и ждем Его снова. Надеюсь, теперь вы знаете, как я достигаю этот мир. Но без вашей помощи это невозможно. В Библии сказано «Благословены ноги проповедующих мир и благую весть». Но как они могут это делать, если не будут посланы? Я приглашаю вас стать моим партнером и выслать финансы на достижение новых душ для Господа. Заранее благодарю вас. Пусть Бог обильно благословит вас. Шалом, возлюбленные! Вернемся к нашей программе. А вы знаете, что Бог сказал, что даже волосы на вашей голове сочтены? Господь говорит «Я знаю тебя по имени». Давид говорит в Псалме «Когда мы были еще в утробе матери, Господь уже знал нас, когда мы были еще зародышем». Возлюбленные. Бог знает вас и очень сильно любит вас, каждого по отдельности. Бог любит вас, знает вас по имени, и у Него есть особое предназначение для вашей жизни. Будьте уверены в этом. Вы центр Божьей любви. И также Моисей был убежден, что на нем было Божие благоволение. Послушайте, что далее говорит Моисей. «Ты сказал, «Я знаю тебя по имени». И также ты сказал, «Ты приобрел благоволение в очах Моих». Послушайте еще раз. «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих». Бог желает, чтобы вы знали, что на вашей жизни Его благоволение. Некоторые из нас и в ловушке духа страха или духа уныния, и мы боимся, беспокоясь о том, что нас ждет завтра. Мы боимся за свое будущее. А знаете почему? Потому что мы не уверены в том, что на нашей жизни Божие благоволение. Мы не уверены, что нас будут сопровождать благость и милость во все дни нашей жизни. Мы не уверены, что у Бога для нас есть чудесный план. Мы не уверены, что мы живем под защитой Его любви. Возлюбленные, мы должны верить, что на нашей жизни Его благоволение. Я обращаюсь к вам, как духовный отец, и провозглашаю над вами, что Божие благоволение на вашей жизни. Послушайте меня, возлюбленные Божьи дети. Бог любит тебя, Его благоволение на твоей жизни. Услышьте меня, Божие благоволение, благоволение Отца на вашей жизни. Примите Его. Примите Его шалом, примите Его любовь. Примите знание Его благоволения. Знаете, что делал Моисей? Он просил Господа сделать его еще более уверенным в этом. «Ты сказал мне об этом, но я прошу тебя, чтобы ты помог мне еще больше это осознать». И вот в 13 стихе Моисей продолжает. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих». Интересно, что сначала Моисей говорит «ты знаешь меня по имени, и я нашел благоволение в очах твоих». И теперь он говорит «если я нашел благоволение в очах твоих». Интересно, что несмотря на то, что Господь уже сказал Моисею, что благоволение его на нем, Моисей все равно просит подкрепить его уверенность. Порой нет ничего скверного в том, чтобы попросить Отца, попросить Иисуса подкрепить вашу уверенность. Помните человека, который молился? «Верую, Господи, помоги моему неверию». Давайте помолимся прямо сейчас. «Отче, помоги мне еще больше быть уверенным. Папочка, помоги мне еще больше познать Твою огромную любовь ко мне и Твое благоволение на моей жизни». Отец, во имя Иисуса, спасибо Тебе за то, что Ты послал Своего Сына, который даровал нам Свою драгоценную кровь, чтобы мы могли наследовать Царство Божие. «И я благодарю Тебя, Иисус, что сейчас через Твою кровь мы можем принять прощение грехов». «И Ты сказал, что вместе с Твоим прощением мы можем унаследовать даром и все остальное». Иисус, мы хотим поблагодарить Тебя сегодня, что Бог сказал, если Отец послал нам Своего единородного Сына, как вместе с тем не дарует нам и всего. И сейчас, Иисус, мы принимаем уверенность в том, что Твое благоволение на нашей жизни, мы уверены в Твоей любви. «Я благодарю Тебя, Отец Бог, что Твое благоволение на возлюбленных, за которых умер Иисус». Аминь. Спасибо, Иисус, что Ты питаешь наше сердце Божьей любовью. Моисей сказал в Исходе, «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда». Это говорит о том, что Моисей был смиренным, а не самонадеянным. Он говорит отцу, «Если ты не пойдешь со мной, если с нами не будет Твоего благоволения, то не выводи нас отсюда». Это показывает состояние сердца Моисея. Он боялся выходить из Египта, полагаясь на свои силы. Интересно, для скольких из вас сегодня актуально это слово? Как часто мы полагаемся на себя и оступаемся? Терпим провал, полагаясь на свои силы, принимая решения самостоятельно, и не видим много плода. Потому что в наших молитвах наше сердце не в таком состоянии, как было у Моисея, когда он сказал отцу, «Отец, если ты не пойдешь с нами, если с нами не будет Твоего благоволения, то и я не пойду». Но некоторые из нас, вместо того, чтобы пребывать в таком смирении перед Богом, живут самонадеянно и уповают на свои силы. И мы не осознаем, что если Он не благословит нас, мы в уязвимом и опасном положении. Поэтому вторая особенность молитвы, которую я хочу, чтобы мы почерпнули из 33 главы книги «Исход», состоит в том, что мы должны смириться и признать, если Бог не будет идти впереди нас каждый день, если мы не позволим Ему идти впереди нас каждый день, мы в опасном положении и обрекаем себя на провал. Мы не можем каждый день садиться в машину и предполагать, что дорога будет безопасной. Мы должны, садясь в машину, осознавать, что полагаемся на Божию защиту. Нельзя просто предполагать, что наша семья будет в порядке. Но осознавая свою зависимость от Бога, мы уверены в безопасности и в том, что Бог благословляет нашу семью. Мы можем быть уверены, что Господь дает нам мудрость, что Он нас направляет и ведет, но, прежде всего, мы должны смириться пред Богом, как это сделал Моисей. Он сказал, если ты не пойдешь со Мною, если со Мною не будет тебя, я не сдвинусь с места. Библия говорит, что Слово Божие живо и действенно, и острее меча, боюдоострого, проникающего до разделения души и духа. Возможно, в вашем сердце происходит это разделение души и духа, и вы осознаете, что большая часть вашей жизни прошла самонадеянно. Вы полагались на себя, были самодостаточны, и не склонили колени пред Богом, как Моисей, сказав, если ты не пойдешь со Мною, то я не пойду. Если вы осознаете, что, говоря о самонадеянных людях, я имею в виду вас, если всю жизнь вы полагаетесь только на себя, и поэтому в вашей жизни недостаточно плода, если вы это признаете, то вот что я попрошу вас сделать. Давайте склоним свои колени и попросим Господа помочь нам, простить нас и осветить нас. Отец, рассматривая великого мужа Божьего Моисея, мы поняли, почему ты назвал его самым кротким на земле. Он не смел ходить самонадеянно, предполагая, что все будет хорошо. Он понимал, что все будет хорошо, если ты будешь идти впереди. Отец, мы каемся в том, что полагались на самих себя, что были самонадеянны и рассчитывали на собственные силы и мудрость, и не начинали каждый день с того, что в смирении осознавали свою зависимость от тебя. Мы не просили тебя вести нас и направлять, чтобы ты вел нас духом своим. Отец, мы хотим уподобиться Моисею и просим тебя, помоги нам смирить наши сердца, чтобы нам испытать благословение и умножение, которое мы видим в жизни Моисея. Ты использовал его вести за собой великое Божие воинство в землю обетованную. Отче, спасибо за этот пример. Мы хотим следовать ему. Библия говорит о Ветхом Завете, что все, что происходило с ним, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Мы можем извлечь для себя много уроков из жизни Моисея. Мы продолжаем и подходим к концу молитвы Моисея. Он говорит Господу далее в 18 стихе «Покажи мне славу Твою». Покажи мне славу Твою. Какая потрясающая молитва. Разве не чудесно, что мы с вами можем переживать Божью славу в своей жизни? Вы знаете, что Иисус молился о нас, чтобы мы тоже переживали славу, которую Отец дал Ему. «Иисус сказал славу, которую дал Мне Отец. Я даю вам». Божья цель состоит в том, чтобы вы вовеки пребывали в Его славе. Библия говорит, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего. Ибо кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. «Моя судьба и ваша судьба пребывать в Его славе». Но что еще более важно, Бог есть славный Господь. И когда мы ищем Его лица, когда мы продолжаем просить Его, продолжаем стучать и искать, когда мы молимся, как молился Моисей, «Отец Бог, Господь Иисус, покажи мне славу Твою, открой мне славу Твою, передай ее мне, позволь мне увидеть Твою красоту, дай мне узреть Твою силу и Твой божественный разум, позволь мне переживать внутри себя Твое божественное творчество, покажи мне свою гениальность и свое величие, покажи, какой ты чудесный, о Бог, яви мне славу Твою, покажи мне славу Свою, Господь, откройся мне, и злей на меня Дух Свой, и злей на меня Свою любовь, и злей Свою радость и Свою силу, о Бог, я так хочу все больше открывать Тебя, Иисус, Ты сказал, что если я буду стучать, мне творят, если я буду искать, то найду, если буду просить, то получу, Отец Бог, я благодарю Тебя, что Ты любишь меня, я молюсь, так как молился Моисей, Отец, покажи мне славу Твою, спасибо, Иисус, что Ты купил это для меня Своей собственной кровью, я прошу, ищу и стучу, покажи мне свою славу, покажи мне славу Твою, покажи мне славу Твою, Отец мой Бог, спасибо Тебе, я верю, что получаю, Ты открываешь мне славу Свою во имя Иисуса. Да благословит вас Бог возлюбленное, я никогда не думал, что стану пастором и еврейским раввином, мое служение просто стало последствием моего хождения с Богом, и когда я все-таки решил получить богословское образование, мое главное желание было больше познать Бога, и тогда Бог начал поднимать меня, так началось мое служение. Оно стало результатом моего личного хождения с Богом. Теперь, когда Бог призвал меня проповедовать Евангелие по всему миру, через телевидение, крусейды, мне особенно нужна ваша помощь. Я не смогу это делать без вас, возлюбленные. Я хочу, чтобы вы знали, что если вы сеете в это служение и становитесь партнером, вы получите награду за души, которые были спасены и изменены через это служение. Если Дух Святой побуждает вас, я призываю вас сразу его послушаться. вы получите благословение, когда придет Иисус. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлим вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень, чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса, заходите на наш сайт. Если у вас есть свидетельства о том, как Бог изменил вашу жизнь через служение, узнавая еврейского Иисуса, то поделитесь им с нами. Зайдите на наш сайт и кликните на ссылку «Свидетельство». Поддерживая наше служение, вы становитесь партнером Бога в построении Его Царства. В настоящий момент я отбываю срок. Около двух лет назад я покаялся пред Богом в своей грешной жизни. Четыре месяца назад я услышал вашу проповедь о том, что дрожжи — метафора греха. Вы учили тому, что мы должны избавиться от закваски в нашей жизни. Меня сильно коснулось это слово, и Бог побудил меня исповедать властям мои прошлые преступления. Может, я и в тюрьме, но внутри я теперь свободно. Спасибо за ваши проповеди. Пишу вам с любовью из Южной Австралии. Мы рады, что вы смотрели нас сегодня, и мы хотим помолиться за вас. Присылайте нам свои молитвенные просьбы по почте или посетив наш веб-сайт. Мы также хотим поблагодарить вас за вашу финансовую поддержку. Спасибо вам, и пусть Отец воздаст вам за вашу щедрость и вашу верность. Будьте благословенны. Возлюбленные, в конце программы я хочу благословить вас. В книге числа, 6 главе, Господь сказал Аарону и Моисею произносить следующие слова над народом. И Господь сказал, когда эти слова будут произнесены над народом, на них будет наречено имя Божие, и я благословлю их. Поэтому я вдохновляю вас поднять руки и принять Божие благословение. Я ва-ре-хе-хе-я-ве ва-и-шмар-е-cha Я-эр-я-ве-п-на-ве-ле-cha Ви-ху-не-еха И-сай-я-ве-п-на-ве-ле-ха Ви-а-с-эм-ле-ха Шалом Господь благословит вас и сохранит. Да презрит на вас Отец светлым лицом своим и да помилует вас. Да обратит Отец лицо свое на вас и да укрепит вас его дитя. Субтитры создавал DimaTorzok Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса».